Мечта букиниста представляет. Эпизод 9. Старый храм. Поднебесная. Уезд по Исянь. Третий век до нашей эры. Путники добрались без приключений. Дорога, которую по одному ему известным признакам выбирал их маленький проводник, действительно шла вверх, но как-то не очень убедительно. Плавно, неспешно. Чижиков никогда не назвал бы ее горной. Горы в его сознании ассоциировались с крутым подъемом, отвесными скальными стенами, обрывами, огромными волнами, готовыми сорваться в пропасть. Возможно, они и прошли мимо пары таких пропастей, да только в темноте все равно ничего не увидели. Наконец вышли на ровное место, на вершину самого высокого в здешних местах холма, по неясной причине, щедро названного горою. И мальчишка уверенно двинулся вниз. Спустившись шагов на пятьдесят, Сунь девятый присел и вскоре застучал камнем о камень, пока не брызнули ослепительные искры, после чего зажег небольшой факел. Факел давал немного света, но его вполне хватало, чтобы не свернуть себе шею, запнувшись о корень или камень и загремев после этого вниз по склону. Котя оценил стратегию мальчишки. Теперь, когда от города путников отделяло значительное расстояние, и к тому же они пребывали с другой стороны холма, свет было решительно невозможно заметить. «Прошу за мной», — коротко велел Сунь, и, взвалив корзину на плечо, двинулся дальше. Шли молча, никто не разговаривал. В основном потому, что не решались из-за неясной, но явной опасности, которую хотел отвезти от них смотритель. Шуметь следовало поменьше. Сунькин, впрочем, пару раз порывался что-то сказать, но ограничивался глубоким, еле слышным вздохом. Углубились в очередную рощу, довольно густую, и движение невольно замедлилось. Шумно захлопала крыльями невидимая птица, раздраженно заорала и взмыла в небо. Ника прижалась к Чижикову. Из обступившей путников темноты то и дело неслись шорохи, треск, шуршание. Роща жила полноценной ночной жизнью. Более шустрый и опытный Сунь постоянно уходил вперед и там поджидал, когда его догонят медлительные спутники, которым тусклый свет факела служил путеводным маяком. Когда идти надоело всем и даже Чижикову, Сунь девятый осветил полуразвалившуюся глинобитную стену. «Пришли», — коротко сообщил неотличавшийся многословия мальчик, — «здесь». «Здесь» оказалось не просто заброшенным храмом, но развалинами бывшего храма, небольшого, скорее, кумирни. Всего одно строение и стена вокруг дворика перед ним. Нынче от стены остались лишь куски, кое-где еще торчавшие стертыми зубами пеньками, а от строения уцелел лишь Устов, да и тот весь в дырах. Крыша же давно обвалилась. «Шикарное место!» — тихо пробормотал Сумкин, бросая на траву меч, на конец которого прицепил узел с вещами. Сунь-девятый поставил корзину к стене и быстро натаскал в центр двора палок, веток и сучьев, сложил горкой. Но вот беда, как раз погас его верный факел. Мальчик не пал духом и стал трудолюбиво высекать искру. Что-то у него не ладилось. А сотворим-ка чудо подмигнул Сумкин Чижикову, присел у будущего костра и щелкнул зажигалкой раз, второй, третий. И вот уже по куску сухой коры побежал первый робкий огонь. Сунь бросил свое занятие и стоял, глядя на Федорова, все глаза. А потом, когда пламя основательно занялось, низко поклонился Сумкину три раза. Котя подспудно ожидал, что мальчик перекрестится. Но нет, не перекрестился. — Что, здесь и за ночуем? — спросил Чижиков у мальчика. Тот, не отрывая взгляда от великого китаеведа, лишь молча кивнул. Сумкин кулем плюхнулся у костра и протянул руки к огню. Было довольно прохладно. — Надо бы еще веток запасти, — подошел к нему Котя. Ночь впереди длинная. Да, блеснув очками, Сумкин посмотрел на него снизу вверх. — Ну, давай, сейчас ты запасаешь, а потом я. Чижиков лишь покачал головой и отправился в темноту на поиски топлива. Сумкин, человек жизнерадостный и по большей части энергичный, славился резкими перепадами настроения. В нем словно внезапно выключался скрытый моторчик, требовавший подзарядки. И тогда Федор становился мрачен, желчен и сварлив. Котя, хорошо знакомый с этой особенностью приятеля, даже и не пытался вдохновить его на дальнейшие подвиги. Посидит, насосется энергией из окружающего мира и станет как новенький. Есть никому не хотелось. Добавив костер надлежащих веток и даже завалив в него приличных размеров бревно, чтобы горело долго и неторопливо, а потом медленно тлело, отдавая тепло, утомленные путники улеглись вокруг, стараясь поплотнее закутаться в свои новые одеяния. Благовещие животное разумно пристроилось под боком у хозяина. Мальчик вызвался караулить. Постепенно Чижиков задремал. Первый сон Константина Чижикова Котя стоял на высоком утесе, и вокруг, насколько хватало глаз, простиралась долина, прекрасная, цветущая, полная жизни. К горизонту убегали холмы, покрытые лесами, шумели листвы и зеленые рощи, змеилась блестя на солнце голубая лента реки. Котя всмотрелся и увидел на берегу у кромки леса олениху и трех смешных длинноногих оленят. Олениха чутко водила ушами, следя за деревьями и кустами. Но Котя было ясно, делает она это, следуя вековечному инстинкту, а вовсе не потому, что ей или ее детям угрожает опасность, поскольку никакой опасности в здешнем мире не было и в помине. Оленята, как и положено детям, вовсю резвились среди высокой сочной травы и смешно вскидывали голенастые ноги, не умея еще с ними ловко управляться. Котя посмотрел дальше и увидел парочку птиц размером с сойку с толстыми клювами и смешными хвостами. Высоко в излучине толстые ветви сосны притулилось гнездо, похожее на разворошенный ком сухих прутьев, и птицы сновали по воздуху взад и вперед без всякой устали, с жучками, паучками и червячками в клюве, а из гнезда им навстречу высовывались жадно разинутые рты птенцов. По склону дальнего холма шел крестьянин, жилистый мужчина с вязанкой хвороста на спине. Шел неторопливо, уверенно, и, проследив его путь, Котя увидел в месте, где у речной отмели сушились на солнце сети, Простой дом, крытый соломой. Прямо в дворе женщина готовила в котле над дочугом какое-то варево, Подносила ко рту черпак, пробовала. На нос, котя! Вдруг села бабочка, Ослепительно красивая в ярких лучах солнца, Села на мгновение И тут же взмыла вверх, Разрезая воздух пестрыми крыльями. Легкий ласковый ветерок обвивал котю, И весь мир перед ним дышал покоем и негой. Котя стоял, смотрел, И всем сердцем чувствовал простое счастье, Гармонию и умиротворение, царившее вокруг. Мир был прекрасен. Шелковистая трава нежно гладила босые котины ноги, Хотела спеть от невиданной радости, Хотела слегка оттолкнуться ногами от теплой земли, Раскинуть руки и взлететь в пронзительно чистое небо, Туда, где высоко-высоко плыли кудрявые облака. Но вдруг вокруг что-то неуловимо изменилось, И почти взлетевший было котя упал в траву. Земля болезненно содрогнулась, Потом еще и еще сильнее и сильнее. Ветер перестал быть ласковым. Олениха испуганно закрутила головой, Оленята прижались к ее ногам. Птицы носились вокруг гнезда, Встревоженно крича. Крестьянин отбросил прочь вязанку И, поглядывая с ужасом на темнеющее небо, Стремглав помчался к дому. А там уже металась женщина, Не зная, за что хвататься первым. Котел опрокинулся прямо в очаг, И к небу, на глазах наливающемуся чернотой, Устремился тонкий ручеек пара. Котя оглядывался в смятении, Но гул, что родился под землей, Уже вышел наружу. Гул ширился, крепчал, Обращался чудовищным грохотом. Небо, еще мгновение назад, Такое лазурное и сияющее, Вдруг в одночасье исполнилось Зловещего мрака, Поглотившего солнце без остатка. Котя не понимал, что происходит. Его разум метался в поисках ответа. А в мирной прекрасной долине Меж тем разверзлась земля, Плюясь во все стороны дымящимися камнями, И наружу, пожирая все на своем пути, Поползла тягучая раскаленная магма. Вспенившаяся речка стала мутным бурным потоком, Который, встретившись с магмой, Обратился к грязным парам. Холмы двигались, как живые, И целые рощи исчезали В зияющих в земле рваных ранах. Казалось, земли грубо и неумело Сдирают кожу, И она истекает талой кровью. Казалось, что внутри земли И с треском, и грохотом Ломаются крепкие некогда кости, А их обломки прорывают кожу, И тянутся к небу, Грозя пронзить его. Казалось, у планеты разорвались легкие, И теперь кончился воздух. Лопнули и взорвались Сердце, печень и почки. Котя ощутил на лице пепел, И слезы проложили на его щеках Первые робкие дорожки. Конец мира надвигался неотвратимо, И Котя ясно знал, Что бежать некуда, Нигде нет спасения. И если он и проживет чуть дольше, Чем другие люди или же звери в долине, То лишь на миг необходимо Разбушевавшим со стихием, Чтобы достичь утеса, Где он стоит, Пока еще не мертвый. Котя поднял глаза вверх, И черная пелена, Застилавшая небо, Раступилась перед его взглядом. Он увидел бездонные глубины космоса И Луну, Безжизненный спутник Земли. И вдруг, На глазах изумленного Коти, Луна, Холодная величава, Плывшая по своей вековечной орбите, Плавно изменила траекторию. Котя понял. В мироздании что-то нарушилось. Глобальная драма Земли Вызвала к жизни силы, Которые изменили движение Луны. И теперь Луна Неумолимо приближается. Пройдет время, Незначительное по меркам Необъятного космоса, И она упадет на Землю. И тогда С неба Сыпались обгоревшие птицы, Пеплом разлетались бабочки, Горизонт пылал. Котя Беззвучно плакал. И тут Среди грохота апокалипсиса Он услышал голос, Бесплотный и тихий, Будто кто-то, пролетая мимо, Шепнул ему прямо в ушную раковину «Не допусти этого!» «Не допусти!» «Не допусти!» Чижиков разом проснулся, Приподнялся на локтях, Провел рукой по щеке И ощутил влагу. Слезы! Сердце билось, как бешеное, Дыхание хрипло вырывалось из груди, Он закоченел во сне. Кругом все спали, И Сумкин, свернувшись калачком И смешно подложив кулак по щеку, И Ника, что лежала носом вниз, Уткнувшись лбом в скрещенные руки, Спал даже мальчик Сунь-девятый, Сидя у потухшего костра И обняв длинную жердину. Стояла четкая предрассветная тишина, Небо едва-едва посветлело, И что-то в этой тишине было не так. Котя осторожно огляделся И буквально в пяти шагах от себя Увидел неясный силуэт. Силуэт был почти прозрачный, Сотканный из дрожащего текучего воздуха. Сквозь него смутно белел Ближайший обломок стены. Чижиков замер. Вгляделся. Ну, конечно. Точь-в-точь вышедший из кухонного угла В квартире на маховой Прозрачный человек, Которого с помощью красной пирамидки Прогнала Ника, девочка из будущего. Котя почувствовал, как от страха У него на голове шевелятся волосы. Ну все, теперь точно конец. Он хотел было позвать на помощь, Но горло перехватило. Прозрачный силуэт стоял недвижно, И не отрывавший от него взгляда, Словно кролика туда, Вачижиков вдруг понял, Даже не понял, А неким седьмым чувством ощутил. Пришелец смотрит на него. Со слов Алексея Борна, Котя знал, что таких существ Чего-то тянет к предметам, Например, к его дракону. Но сейчас дракончика Счижиковым не было. Фигурка исчезла, Не весть куда. Пропала из кармана джинсов, Растворилась в водовороте времени, Значит, что? Чего он хочет, Если не предмета? Мысли заметались. Предмет есть у Ники, Попугай. Так почему прозрачный Смотрит на меня, А не на нее? И почему просто смотрит? Почему ничего не делает? Например, Не бросается, Не откручивает голову? Как он вообще тут очутился В этом чертовом Третьем веке до нашей эры? Или такие вот прозрачные Были на земле уже Во времена Циншихуана? Или даже раньше? Чижиков, Не находя в себе смелости Пошевелиться, Изо всех сил Вглядывался в страшного пришельца, Пытаясь в предрассветных сумерках Разобрать черты его лица, Рассмотреть хоть что-то определенное. И на какое-то мгновение Котти показалось, Словно он поймал Взгляд прозрачного, Заглянул ему в глазницы, По позвоночнику пополз Неприятный холодок, В животе сделалось пусто И противно заныло. Такой вековечной тоской Внезапно пахнуло на Чижикова. На глаза его непроизвольно Навернулись слезы, Еще более жгучие, Чем во сне. Сердце пронзило боль. Очень похожие чувства Котти испытал совсем недавно, Когда в сонном видении Наблюдал гибель старого мира. Стоял и смотрел, Не в силах ничего поделать И предпринять, И обреченно ждал, Когда к его ногам Подберется огнедышащая лава. Сходство ощущений Поразило Чижикова. И вслед за этим Пришла догадка, Почти понимание. Это ты сказал, Не допусти, Трудным шепотом выдавил Котя, Внезапно вновь ощутив Затекшие руки, На которые опирался Все это время. Это ты? И черт возьми, Он ясно увидел, Как склонилась в кивке Прозрачная голова. А что тебе? Но договорить Котя не успел. Прозрачный резко обернулся, Посмотрел назад в темноту, Откуда внезапно прилетела Короткая стрела И вонзилась в землю Рядом с правой рукой Чижикова. Замерший мир пришел в движение, Словно его сняли с паузы. Котя бросился на землю И откатился влево. Прозрачный высоко подпрыгнул И исчез. Босовитый яростно рявкнул шпунтик, У костра тонко закричал Сунь девятый, И вслед за этим с воплями Блин, 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 Рядом с ним запрыгал Сумкин С просонья легнувший голой пяткой И еще горячую головешку. Проснулась Ника И моргала с просонья Голубыми глазами. Тут и там шуршали стрелы, Но ни одна из них Не достигала цели. Чижиков притаился за камнем, Прикрываемый с фланга, Распластавшимся по земле Благовещим зверем. Он высунулся посмотреть, Что происходит, И увидел, как прозрачный, С непостижимой скоростью Мечется по воздуху, Отбивая стрелы в стороны Одну за другой. Котя не мог уследить За поразительной скоростью Его движений, Зато заметил валяющийся Неподалеку в траве меч, Дотянулся до него И потянул из ножен. На обломке стены Неожиданно возник человек, Одетый в черное С головы до ног, И в руке его Блеснул обнаженный клинок. Прозрачный Тут же оказался перед ним, И неуловимым движением Толкнул в грудь. Человек в черном Отлетел в кусты. Через секунду Раздался приглушенный вопль, В котором ясно Слышалось изумление. И все Кончилось. Стрелы больше не падали. В кустах коротко Прошуршало. Кто-то явно не одинокий В своих стремлениях, Не разбирая дороги, Несся прочь. Прозрачный Медленно опустился на землю. Рассвело. Вдруг Ника Выхватила из-за пазухи Свою пирамидку И нажала на нее. «Нет!» Крикнул Чижиков. «Нет! Не надо! Он нас спас!» Но было уже поздно. Неведомая сила Унесла прозрачного прочь. Вот он был, И вот его нет. Как никогда и не бывало. На мгновение Опустилась звенящая тишина. Все застыли. Чижиков с мечом в руке, Сумкин, Высунувшись из-за куста, Шпунтик, Отклячив зад В предпрыжковом состоянии, Ника, сжимающая пирамидку, Мальчик Сунь С жердиной И вытращенными глазами. Неподалеку робко Неуверенно цыкнула птица. «Ну зачем ты Повернулся к Нике Чижиков?» «Да, но...» Непонимающе захлопала она глазами. «Что это, черт возьми, было?» Выпрямился Сумкин. «Кто стрелял?» Прозрачного Федор не заметил. «Кто стрелял?» Ур-ру-ру-ру! Завершил боевую песню. Шпунтик сел И хищно облизнулся. Лишь мальчик Сунь Девятый, Бросившись на колени Перед развалинами храма, Непрерывно кланялся И возносил нехитрые Свои молитвы В совершенном молчании. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Субтитры создавал DimaTorzok